Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас короткий скринкаст, инструмент несложный, но иногда бывает полезно, чтобы он был под рукой. StrollPoll — это сервис для проведения онлайн-опросов и голосований. Удобен тем, что опрос создается за две минуты, доступен по ссылке или пин-коду. Сервис совершенно бесплатный, не требует регистрации, если вы просто отвечаете на вопросы. Да и для создания не обязательно, но лучше все-таки зарегистрироваться, чтобы иметь доступ к статистике. Добавляем какой-то простой вопрос и варианты ответов. Настройка пока касаться не будем, разве что сделаем его приватным, то есть доступным по ссылке. Совсем приватным сделать его нельзя, да и не думаю, что это очень надо. Ну и все. У нас есть ссылка, делитесь ей любым удобным способом. Например, вы ведете стрим, вам нужно срочно получить обратную связь по какому-то вопросу. Наскоро делаете опросник здесь, добавляете ссылку в описании или комментарии, получаете ответы. В данном случае не получаете, потому что я уже проголосовал, когда проверял, как все работает. И он запрещает повторное голосование, что тоже, конечно, удобная функция, которая позволяет избежать накруток и необъективности. Ну и можно посмотреть результаты голосования. Результаты доступны всем, если в настройках не указано иное. К настройкам мы сейчас и перейдем. Их тут мало, но все же есть о чем сказать. Ну, во-первых, приватное голосование или публичное. Во-вторых, есть ли возможность выбора нескольких вариантов ответов. Далее, должны ли ответчики вводить свои имена. Если должны, то он, видите, автоматически скидывает на проверку повторного голосования посредством отслеживания сессий браузера. Но можно вернуть на проверку по IP. Про это нужно сказать два слова. Если вы ставите проверку по IP и, например, пользуетесь общественным Wi-Fi, ну то есть проводите оффлайн-конференцию или, скажем, урок в школе и все сидите в одном зале, то он не позволит людям голосовать, поскольку увидит у всех один IP-адрес и сочтет это за накрутку. В таком случае надо ставить проверку по сессиям браузера. Он не позволит проголосовать дважды из одного браузера, но на один IP внимания не обратит. Так что тут надо действовать по ситуации, но если это онлайн-голосование, лучше ставить проверку по IP, поскольку браузеров у человека может быть несколько и голоса могут быть накручены. Далее тут есть расширенные настройки. Можно установить дедлайн, то есть дату, до которой опрос будет активен. Можно добавить изображение. Можно создать пин-код. Это не для защиты, а для того, чтобы удобнее было делиться. Ну то есть если вы в аудитории, можно создать пин-код и продиктовать его или написать на доске. Удобное, кстати, дополнение. Сейчас покажу, как работает. Код, кстати, можно создать и потом, даже если сейчас не включать эту галочку. Далее две функции, которые касаются борьбы с накрутками. Не проверял, но советую оставить все как есть. Первая позволяет голосовать VPN юзерам. В данном случае запрещает, поскольку не стоит. Вторая включает капчу, но капча при этом не появляется. Я думаю, речь идет скорее об общей проверке подлинности, основанной на алгоритмах Google. Все, создали. Давайте проголосуем. Тут мы выставили возможность выбирать несколько ответов и необходимость вводить ими, напомню. Ну и вот так выглядят результаты. Кстати, это единственная странность. При создании тут нет возможности установить запрет на то, чтобы кто угодно видел результаты. Но сама эта функция тут есть. А вот здесь. Вообще, здесь можно редактировать опросы, но настройки редактировать отсюда нельзя. Если хотите поменять настройки, создайте дубликат опроса. А здесь зато можно выставить, видимо ли, результаты опроса. А вот так мы скрываем результаты из публичного поля, но не от владельца опроса. Теперь, что касается пин-кода. Вы его пишите на доске или флипчарте и просите слушателей перейти на сайт strawpol.life. Люди заходят, вводят код, переходят к опросу. Тут у вас хранится информация по всем созданным вами опросам с доступом к статистике по ответам. И комментарием, если есть. Вообще тут есть еще и комментарии, но для комментирования нужно зарегистрироваться на ресурсе и не думаю, что это будет прямо очень востребовано. Как и функция Shadow Meeting, то есть расписание встречи. Создаете расписание или правильнее, наверное, сказать приглашение. И участники смогут выбрать день и время участия. Но практического применения я этому не нашел, потому что участники никак не верифицируются. И мне кажется, это скорее фишка для оффлайн-мероприятий, а не полноценная форма регистрации на, скажем, конференцию «Взрываем код», которая будет проходить, скажем, в Казани. Кто-то сейчас, наверное, скажет, а зачем, если есть вот тут вот это, а вот тут вот то. Есть, но, во-первых, не во всех сервисах есть встроенное голосование. А во-вторых, иногда проще использовать внешнюю ссылку, чем разбираться со встроенными инструментами. Все, любите друг друга, вы, кстати, знаете, что в Северной Корее тоже есть выборы и там люди тоже голосуют. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.